Ну, отлично. Еще один семинар, посвященный After Effects. Наверное, последний из семинаров, который будет посвящен непосредственно рассмотрению этой программы. И он посвящен работе с трехмерными объектами в After Effects. Сам, кстати, After Effects замечательная программа, с помощью которой можно создавать крайне интересные видеопроекты, включая и сложную анимацию, и красивые эффекты. Ну, про все это рассказывалось в предыдущихся семинарах по After Effects. Можно будет на сайте специалистов в разделе «Бесплатные семинары» все это еще раз посмотреть. Однако, помимо всяких красивостей визоляционных, которые нам с вами предлагает After Effects, иногда все это хочется разбавить двухмерные изображения, с которыми работает After Effects, красивыми трехмерными объектами, которые, возможно, и сам After Effects умеет создавать так или иначе, или, соответственно, воспользоваться с помощью других программ, рабочей трехмерной графикой, чтобы уже добавить некую более интересную объемную геометрию сцены. И, соответственно, пытаться привязаться к нашим видеороликам, которые у нас с вами в After Effects создаются, привязать к этим роликам какие-то готовые трехмерные объекты. Итак, если рассматривать разнообразные трехмерности, которые у нас с вами умеет делать After Effects, то здесь у нас с вами на выбор будет несколько вариантов добавления трехмерных объектов. В этой программе. Первый из которых так называемые трехмерные слои. Если у меня будет загружена любая картинка в виде слоя в проекте After Effects, то я могу достаточно легко и просто добавить этому объекту трехмерность, соответственно, уже будет мой объект замечательно трансформироваться в неком трехмерном пространстве. Если мы с вами сделаем новую композицию в After Effects, то можно будет загрузить эту композицию в абсолютно любой футаж, с которыми мы, возможно, захотим поработать. То есть, ну, это может быть любая картинка, это может быть какой-то любой другой объект. Я возьму обычное растрое изображение и как обычно шло, его к себе в проекте перетящу. Изображение, которое мы с вами по умолчанию используем в After Effects, это исключительно плоское изображение. Мы с вами можем двигать его исключительно по поверхности экрана, скажем так. Итак, в тех же самых наших координатных свойствах в позишине есть только координат, который сдвигает на сами изображения по горизонтали, по вертикали, и, соответственно, ничего больше мы с вами сделать с ним не сможем. Ой, sorry, 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 сейчас, сейчас. Ага. То есть, загрузили изображение, соответственно, перетащили его как слой к себе в проекте, соответственно, двигается нашлое только исключительно по горизонтали, по вертикали, ничего особенного такого интересного нет. Если открыть углы вращения нашего слоя, то, соответственно, также единственный угол поворота, с помощью которого мы с вами можем крутить наше изображение исключительно в площади нашего экрана. Но ситуация применяется, если мы с вами добавим трехмерность нашему слою. У любого слоя, который будет на своем проекте использоваться, есть замечательный параметр, который включает режим 3D Layer. И наш слой становится трехмерным. Все это выражается. Вместо нашего одного угла поворота появляются три угла поворота по всем три насям нашего трехмерного пространства. Конечно, трехмерный After Effects не совсем настоящий, но, тем не менее, закрутить в случае необходимости наш слой вокруг вертикальной оси можно будет уже достаточно легко. И, как вы видите, достаточно неплохо с вами будет получаться. Все, естественно, это можно будет проанимировать. Там за те же самые 30 секунд мой слой сделает три полных оборота. Ну и, соответственно, моя картинка уже в трехмерном пространстве будет замечательно крутиться в объеме. Все еще так недрустно будет на сами выходить. Правда, пока что наше изображение будет получаться действительно плоским. Но сейчас мы с вами видим, что некоторым объектам можно будет добавлять толщину, и, соответственно, тоже все достаточно интересно будет получаться. Чтобы больше было понятно, что наш слой действительно в трехмере находится, есть в распоряжении After Effects возможность создавать специальные слои, которые называются камерами. Настоящие съемочные камеры, у которых будут практически реальные свойства съемочных камер, наподобие угла зрения, фокусное стояние и прочее, прочее. Ну и, как только моя камера съемочная появляется на экране, я могу в случае необходимости ракурс просмотра моего изображения менять. Могу посмотреть на свою картинку под разными углами, могу на картинку наехать, могу от изображения своего отъехать. Ну, может быть, чтобы немножко было все упонятнее с точки зрения объема, добавлю я еще один слой, который будет у нас с вами являться чем-то наподобие пола, на котором наше изображение будет стоять. Ну и, как только, соответственно, такой слой появляется, теперь, когда мы с вами будем наше изображение крутить, будет немножко понятнее, что и как оно с вами будет получаться. Почти же настоящие трехмерия. Ну, правда, пока что плоские слои, но и нет, конечно, очень важного атрибута реальной трехмерности, это тенюшек и световых бликов. Но, тем не менее, есть в наше распоряжение еще и вариант создания лампочки в After Effects, источник света, который можно будет заставить тенюшки отбрасывать, который будет нас с вами уже светить, в зависимости от того, где мы с вами разместим нашу лампочку. Свет нас с вами будет получаться темнее или светлее. У самой лампы можно будет потом ярко сделать побольше, поменьше. То есть, соответственно, появляется еще один слой, с помощью которого совсем уже все остается на самом-саме практически по-трехмерному. Ну, а если еще и включить у наших слоев режим отбрасывания теней, то еще и на заднем плане в нашей картинке появляются симпатичные тени, в котором можно будет при желании сделать немножко более такие спокойные. Размытие можно будет сделать у теней. У нас с вами будет получаться крайне прикольная трехмерная композиция с бликами, со светом, с тенюшкой. Все совсем хорошо будет получаться. Сам простой вариант – добавить в трехмерию After Effects, создать такие вот несложные трехмерные слои. Хочется, надо добавить подобным проектам еще и какой-то объем, чтобы у нас с вами некоторые слои были толстыми. К сожалению, After Effects может делать толстыми только два типа слоев – это текстовые слои и специальные слои, ну, их можно будет отчасти назвать векторными слоями. Если вдруг я напишу у себя на экране композиции какой-нибудь текст, букву сделаю побольше, букву сделаю тоже трехмерной, ну и куда-нибудь перед своей картинкой я эту букву поставлю. И тоже заставлю, чтобы у меня от моей буквы тени отбрасывались. Если включить в After Effects специальный режим работы с трехмерием, который понимает уже толщину некоторых типов слоев, то можно будет добавить к нашему тексту реальный объем. Ну, соответственно, уже получается достаточно симпатичная толстенькая буква, которая, в общем, даже по объему на с вами будет смотреться. То есть несложная вещь, касающаяся текстов надписи, касающаяся тех самых логотипов, если нужно будет нарисованный в иллюстраторе логотип сделать толстый, объемный, и чтобы этот логотип вокруг своей оси вращался, типа такая заставка логотипическая в After Effects. Все это можно будет сделать сейчас следствием After Effects, и все замечательно получается. Ну, правда, естественно, при работе со стандартными трехмерными объектами в After Effects будут жесткие ограничения, в частности, слои у нас с вами исключительно плоские, создать какую-то сложнообъемную фигуру. Ну, на самом деле, если там немножко помучатся, то можно будет создавать и цилиндры, и шарики, и губики, то есть какие-то базовые примитивы путем там некоторых танцев с бубной можно будет тоже делать. То есть оно, у нас с вами жесткое будет ограничение по сложности фигур, создать какой-то реальный трехмерный объект на основе наших трехмерных слоев, на основе не получится никогда. И здесь на помощь After Effects приходят уже трехмерные программы, которые создают, естественно, трехмерную геометрию, и можно будет на самом деле темным способом эту геометрию трехмерную помещать непосредственно в After Effects, чтобы уже действительно получился некий объемный объект у нас с вами в трехмерном проекте. Сделать это можно, во-первых, с помощью специальных эффектов, которые ставятся дополнительно под After Effects. В частности, наверное, в нас в настоящее время самый такой популярный и правильный эффект, который позволяет импортировать трехмерные объекты из разных программ After Effects, это эффект от компании VideoCopilot, называется он Element 3D. Достаточно распространенный эффект. На сайте разработчика этого эффекта можно будет скачать демо-версию, посмотреть все дома, что это такое за зверь. Там же можно будет за относительно большой денежки его приобрести. Плюс этот эффект заключается в том, что если у меня есть любой нарисованный в любой программе трехмерный объект, я могу этот трехмерный объект добавить себе в After Effects проект и дать с ним работать как угодно в авторитетском трехмере. Ну, например, в той же самой Cinema 4D могу открыть какой-нибудь объект уже готовый. Ну, что-то наподобие такого вот объекта. Вот такая красота у нас с вами будет нарисована. Все, что потребуется сделать во втором эффекте. Создать для своего эффекта специальный слой, на котором наш объект будет размещаться. Применить к этому слою вот этот вот наш капилотский эффект, который называется Element 3D. Ну, и просто сказать, давай от тебя эффект настроим. В этом эффекте очень удобно сделана сама система добавления объектов и контроля этих объектов. Кнопочка Scene Setup, настройка трехмерной сцены, появляется отдельное окошко. Ну, и помимо того, что в этом окошке вы можете в случае необходимости добавлять всякие несложные вещи наподобие. Объемно выдавленного текста, всякие разные простенькие примитивы можно будет создавать у себя в сцене. То есть все замечательно двигается, все замечательно трансформируется, дублируется, копируется. То есть какие-то такие базовые штуки можно будет очень легко также добавлять и создавать их прямо в Element 3D. Самая главная плюшка в том, что здесь есть у нас с вами волшебная кнопка Import, позволяющая импортировать готовые объекты, сделанные в совершенно разнообразных программах. Ну, вот Cinema 4D формат, он сразу напрямую понимает. Если вы будете работать в других программах, то придется все это импортировать с помощью формата OBJ. Любые трехмерные программы совершенно замечательно умеют экспортировать свою геометрию в этот формат и, соответственно, есть шанс перетащить любой объект в Element 3D. Вот мой звездный разрушитель. Я его открываю, соглашаюсь со всеми параметры, со всеми настройками. И вот у меня вот такой замечательный здесь на экранчик поднялся. Все, что требуется, подтвердить добавление нашего трехмерного объекта. Он у нас с вами появляется в нашей сцене. Так же, как в предыдущем примере, добавляю камеру для того, чтобы можно было наш трехмерный диаметр крутить, вращать. Ну и, соответственно, уже с помощью этой камеры легко выбираю ракурс просмотра, наезжаю, отъезжаю, могу там проехаться, сделать там какую-нибудь простенькую анимацию типа «Зловещий космос» на заднем плане. Немножко отъехать назад от нашего объекта. Ну и у камеры включить анимацию, которая будет отвечать за сдвига нашей камеры по сцене. Ну и, соответственно, в первом кадре мы где-то вот здесь будем находиться, а в самом конце, через 10 секунд, мы проедем слева направо по нашему кораблику и, соответственно, также за пределы экрана уйдем. В экране простенькая анимация обычного сдвига камеры, но только сейчас чуть-чуть качество поставлю похуже, чтобы не очень тормозило. И у нас уже будет совершенно замечательно проезд нашего трехмерного объекта. В ТФС с композицией все отлично получается. В любой момент можно будет ракурс повернуть, можно будет наехать-отъехать. То есть мы с вами получаем наше распоряжение, достаточно сложный объект, нарисован на сторонней программе. И все замечательно получается. Если это вдруг будет у нас с вами не 7 и 4D, а не менее популярно 3D Max. Есть такой у меня простенький персонаж. Без каких-либо проблем я его просто экспортирую в этот самый формат OBJ. Любые трехмерные программы с этим формат замечательно работают. 3D Max, Maya, Blender, то есть абсолютно все, что так или иначе относится к трехмерной геометрии, без всяких проблем можно сохранять свою геометрию в этом формате. Честно назову этот файл зомбы. Все, что остается у меня в второе эффекте, мы тоже сделаем для чистоты эксперимента. Новую композицию, новый solid слой. Применю к этому solid слою наш эффект элемент. И в него уже спокойно проимпортирую. Вот этот вот OBJ объект. Вуаля, наша зомби. Причем при желании, можно еще будет какой-нибудь там забавный цвет покрасить, хочу, чтобы у меня был золотой. Есть в элементе готовая подборка базовых эффектов. Ну, какой-нибудь такой светящийся. Все. О'кей. Наш зомби на экране. Также для контроля его положения на сцене я добавляю камеру съемочную. Ну и также можно уже будет крутить, вращать. Можно будет посмотреть с разных сторон. Можно посмотреть его честную, одноглазую физиономию. То есть, соответственно, мы с вами получаем возможность с нашим трехмерным объектом работать как угодно и все, что угодно с ним делать. Помимо этого, сам по себе эффект элемент 3D еще и обладает возможностью достаточно неплохо управлять размещением наших трехмерных объектов на сцене. Если посмотреть настройки нашего с вами эффекта, то там есть всякие разные хитрые параметры, которые позволяют в случае необходимости нам с вами. Нашего персонажа заставят повторяться нужное количество раз. Сейчас, соответственно, можно будет при повторе заставить его сдвигаться, ну и, соответственно, заставить его в каком-то там колечко копироваться. Будет уже у меня 11 персонажей, стоящих по кругу. Естественно, можно в дальнейшем все это настраивать, это все можно будет анимировать. То есть, при желании, можно будет заставить, что они так по кругу будут на сами крутиться. То есть, еще есть помимо стандартной возможности управления нашим просмотром трехмерных объектов с помощью камеры, еще и свойства эффекта позволяют нам с вами очень интересным образом дублировать все это, копировать, делать какое-то там живое движение, ну и прочее, прочее. То есть, сам по себе эффект совершенно замечательный. Очень приятно, что сам по себе эффект позволяет работать не только с статичными объектами, но и с анимацией. Еще одна новая композиция, еще один слой для нашего следующего примера, ну и, соответственно, тоже самые эффекты применим. Мой замечательный зомб, я по-быстрому привязал к нему кости в 3D Max, что можно уже было заставить его шевелить конечностями. Ну, немножко глючновато я привязал, но для зомби пойдет. Зомби так и должно на сами двигаться. Ну и по факту можно будет уже в 3D Max заставить нашего зомби плясать, выбрать какой-нибудь готовый вариант сохраненного движения для наших костей. Ну и вот такой вот на сами уже танцор диска будет на сами получаться. Чуть-чуть у него там плечо включится, но, тем не менее, задорно от краса. Ну, не буду перебрасывать все 500 кадров анимации. Сделаю ограничение анимации в Max, и пускай там те же самые 100 кадров. Я могу эту анимацию сохранить в виде готового последовательности, чтобы у нас, соответственно, уже все записалось в виде некого такого отчасти ролика. И также могу эту анимацию записать, схонить в элемент 3D, чтобы у меня уже проанимированный объект в 3D Max появился в After Effects. Ну, правда, для этого самый простой вариант, сделав подобную операцию, воспользуюсь дополнительным скриптом в Max, который позволяет экспортировать геометрию в виде последовательности объектов. Скрипт дополнительный, он у нас с вами называется OBJ Exporter. Его можно будет найти в бесплатном доступе, в интернете, вот так он называется, OBJ Exporter. Он позволяет вот эту вот нашу фазу движения нашего объекта сохранить в виде последовательности файлов, которые потом, как анимашка, будут загружаться в элемент 3D. Честно говорю, что все это буду сохранять себе на рабочий стол в свою учебную папку. Папку назову для сохранения зомбы. Ну и файл будет у меня называться просто Z. Ну и когда кнопку экспорта нажимаю, вся вот эта наша последовательность покадрово сохраняется в виде отдельных файлов. Во время того, как он все это сохраняет, в нашей папочке зомб появляются раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, соответственно, под каждый кадр, под каждый фаз движения сохраняется отдельный файл, в котором как раз все движения будут на сайте записаны. Все. Все, что мне останется сделать, это вернуться в After Effects, вернуться в настройки нашего элемента 3D и сказать. Импортировать я буду не статичный, одиночный файл, а проимпортирую 3D Sequence, трехмерную секвенцию, трехмерную последовательность файлов. Ну и из своей рабочей папки, из папки зомб, выбираю один из файлов, выберу первый файл, все это открываю, анимашка открывается, объект добавляется. Сейчас, секунду. Так, сейчас, то ли что-то не то, то ли одно из двух. Так. А, да, сори, моя ошибка. Не заметил, была выделена ладошка левая, и она, соответственно, в виде последовательств у меня замечательно сохранилась. То есть, сейчас быстренько все пересохраню. Саму ладошку я сейчас убью. Ну а в МАКСе выделю наше туловище, ну и, соответственно, его происпортирую. То есть, даже если будет какая-то достаточно сложная анимация, все это очень быстро сохраняется. Нужно только спокойно подождать, пока все это на самом деле пройдет. Ну и уже после этого, в After Effects, снова файл, снова импорт, TD-секвенция. Убираю снова нашего зомби. И вот наш танцующий товарищ будет получаться. Тоже можно будет какой-нибудь материал симпатичный применить. Пускай будет золотой зомби. Все. Зомби получается. Также можно будет добавить нашу съемочную камеру, чтобы уже посмотреть ему в лицо, такому замечательно танцующему. Сейчас посветлее сделаю. Ну и у нас с вами получается анимация. Все, что было в 3D Max, у нас с вами замечательно перетаскивается в After Effects. То есть сам по себе эффект, который элемент 3D, совершенно замечательный эффект. Статичный объект, анимационный объект отлично перетаскивается, анимация перетаскивается. Можно будет заставить, чтобы материал на самом деле перетащился. Это, наверное, самый простой и самый правильный вариант. То есть нужно будет добавить какую-то анимацию трехмерную, трехмерную объекцию на сцену, чтобы уже его так иначе внедрить в наш проект. Однако здесь есть конечные минусы. Как вы с вами только что видели, чтобы нашу анимацию просчитать, ее нужно будет по кадру сохранить в виде последовательности с файлов. Если вдруг у меня анимация будет меняться в 3D Max, то мне придется заново эту последовательность пересохранять, чтобы у меня уже в After Effects появилась какая-то новая, уже обновленная версия моей анимации. В сложных проектах не всегда бывает так легко и просто, поэтому еще один и, наверное, самый правильный в настоящее время способ, с помощью которого можно будет добавлять трехмерные объекты к нам в After Effects, это тоже встроенный эффект в After Effects, называющий Signball, с помощью которого можно будет напрямую, без всякого просчета, добавлять файлы, сделанные в программе CM4D. То есть почему все пользователи, которые так или иначе имеют отношение к видеографике, любят эту программу. С одной стороны, сама вся программа, в реальном случае, попроще, чем тот же самый 3D Max или тот же самый Maya. Очень многие вещи, которые делаются в 3D Max, не всегда очевидны. Фактически в Cinema буквально одно кнопку можно будет сделать. Ну и, конечно, то, что он может напрямую помещать сделанные в Cinema 4D объекты, ничего дополнительного не включает. Это очень прикольно. Возвращаясь к нашему имперскому разрушителю, я могу напрямую обычным импортом этого самого имперского разрушителя к себе проект загрузить. То есть прямо вот файл C4D, Cinema 4D, без каких-либо дополнительных плагинов, у меня все это загружается. И у меня реально появляется в окошке проекта, это сам файл. И я могу этот футаж свой трехмерный, как обычный слой, в проект вытащить. И у меня он будет сразу появляться. Ну, можно будет включить немножко более качественное отображение наших объектов. Что-то такое будет входить. Идея заключается в том, что если я, например, в Cinema ракурс поверну или добавлю какую-нибудь симпатичную лампочку, которая где-то у меня будет светить, и кусочек моего разрушителя будет освещать. Я сделал какие-то изменения в C4D. У меня, соответственно, только сейчас сохранимся. У нас, соответственно, сразу будут изменения происходить и в After Effects. Давай-давай, там не завози. То есть лампочка, блики, свет и прочее-прочее. Если вдруг не захочется, сделай простенькую анимашку, что типа изначально мой разрушитель стоит здесь, а через некоторое время он быстро-быстро-быстро-быстро улетает за пределы экрана. Что-то такое будет у нас с вами получаться. Проект в синем сохраняю. Возвращаю в After Effects. Немножко потупит он сейчас. Перезагрузить все это. Ну и, соответственно, сразу на экранчике After Effects я буду получать информацию о том, как все это на самом деле будет сдвигаться. А может, не буду получать. Буду просто потомажить немножко. Ну давай, оживай, не тормози. Ну, можно будет заставить один раз его прочитать, чтобы все это на самом деле прочиталось. Все будет хорошо. То есть сразу любые изменения, которые распроизводятся в Cinema 4D, они сразу будут оказываться на экранчике After Effects. Это очень прикольно. Это касается материалов, касается анимаций, касается лампочек. То есть вы фактически получаете такой общий проект. С одной стороны это Cinema 4D в своей геометрии. С другой стороны это непосредственно After Effects, который все это отображает, который позволяет нам в случае необходимости привязывать наши трехмерные объекты к другим слоям в After Effects. Это очень прикольно. Ну, правда, не хочется, конечно, привязывать такие штуки в пространстве, в пустоте. Все-таки, скорее всего, ваши трехмерные объекты так или иначе будут привязываться к каким-то видео. Ну, например, есть совсем простенькое короткое видео. Только немножко я его настроил, чтобы оно уже корректно на экране у нас с вами показывалось. Что-то типа такого. И у нас в данном случае стоит немножко более сложная проблема. Нужно будет сделать так, чтобы наша съемочная камера, которая снимала когда-то это видео, так или иначе, появилось бы в Cinema 4D, что мы с вами могли сделать такое же движение в трехмерной программе, которое бы отвечало движению непосредственно After Effects. Поэтому здесь нам на помощь приходит еще одна замечательная штука, которая в After Effects, которая совершенно отлично работает в комплексе с CMH 3D. Это так называемый трехмерный трекинг. Замечательная команда, с помощью которой вы можете по вашему оснятому видео получить обратно информацию о том, как оператор с камерой, снимающий это видео, в пространстве двигался. То есть у вас реально после этой команды будет появляться камера, которая будет повторять движение оператора, который снимал это непосредственно видео. Очень прикольно то, что сам в себе эффект абсолютно автоматически, все, что вам требуется сделать, это ваше видео выделить, забраться в специальное окошко, которое отвечает за трекинг, отслеживать наше движение, ну и, соответственно, сказать, что, а давай-ка мы наше видео отследим трек-камера, отследим не камеру, все, нажимаем, терпеливо ждем, пока у нас с вами все это посчитается, пока у нас с вами все это следится. Скоро в просчете все это будет зависеть от длины видео и от мощности компьютера. И у нас с вами появляются на видео всякие такие вот точки замечательные, которые фактически повторяют движение определенных объектов на экране. И я могу к этим точкам привязать все, что угодно, начиная с простых текстовых объектов, кончая уже всякими разными, ну, всякими разными плоскостями, которые в дальнейшем можно будет нас с вами передать в то же самое синего. Ну, например, хочу, чтобы рядом с моим товарищем была бы написана какая-то надпись интересная. Есть вот точка, которая стоит недалеко от нашего персонажа, эту точку трекинга я могу выделить, сказать, что а давай-ка я создам в этой точке текст и съемочную камеру, которую будет повторять на самом деле движение нашего оператора. Текст сам по себе можно будет, естественно, написать любой другой. Свет текста, естественно, можно будет сделать тоже немножко более актуальный. Сам текст можно будет немножко сдвинуть в сторону, чтобы не закрывал наш персонаж, его можно будет сделать немножко побольше по высоте. Но в итоге, когда мы с вами на все это будем смотреть, наш текст будет повторять движение нашего видео. Чисто физически этот наш трехмерный трекинг работает по очень простому принципу. Если посмотреть в каком-то трехмерном виде, то можно будет увидеть, что у нас с вами есть вот эта восстановленная съемочная камера, как, собственно, оператор двигался, когда все это снимал. Эта камера двигается, подрагивает, наезжает наши объекты, и в результате у нас с вами получается имитация того, что и наш новый нарисованный текст, написанный текст, он попадает в область этого нашего трехмерного движения. На общем видео кажется, как будто действительно наш текст стал частью нашего видео, та же шевель, та же двигатель, и все отлично у нас с вами так будет получаться. Чтобы мы с вами могли прицепить сюда и еще какой-нибудь трехмерный объект, сделанный в Cinema, нас с вами нужно будет сделать, ну, что-то наподобие уровня нулевого, пол, на который можно будет поставить наш трехмерный объект. То есть трехмерная пространство, которая есть у нас с вами в Cinema, и трехмерная пространство, которая есть в After Effects, они, естественно, друг от друга отличаются. И совершенно не факт, что если я сейчас добавлю тот же самый свой летающий корабль в After Effects, он ставит в то же самое место, что и, соответственно, показывает нас с вами наш съемочный камер в After Effects. Поэтому так ситуации очень просто поступают. Я могу к любому из, к любой из точек внизу, ну, или там к плоскости, какую-нибудь такую плоскость выберу, например. Ну, чуть-чуть крива получается, ничего страшного. Я могу прицепить специальный Solid слой. Этот Solid слой является обычным прямоугольником. И теперь вот этот вот мой пол виртуальный, он будет так же двигаться вместе с камерой моей, и, соответственно, будет уже позволять нам прицепиться к этому полу Cinema 4D, чтобы заставить наш трехмерный объект двигаться вместе с нашей съемочной камерой. Все, что мне требуется сделать, чтобы перекинуть информацию о съемочной камере и об этом нашем уровне нулевом в Cinema, Проект After Effects я просто сохраняю. Сохраню в нашу учебную папку. Ну, и есть возможность у нас с вами, наши трехмерные слои. То же самое Solid. Будет мой текст в случае необходимости, лампочки, если будут, камера, спокойно экспортировать в формате Cinema. Пускай так и будет называться Street. Если я уже после этого сохранения верну в Cinema 4D, и вот эту сохраненную в After Effects и сцену спокойно открою. Где мой стрит? Вот он у меня. У меня получается, что из After Effects пришла моя отслеженная камера. Есть мой трехмерный текст, есть моя трехмерная плоскость. И моя камера, как и в After Effects, на все это наезжает. То есть у нас с вами получается синхронная анимация вида в Cinema 4D, полностью совпадающая с анимацией нашей камеры в After Effects. Если, например, я возьму, ну и скажем, проимпортирую в Cinema 4D какой-нибудь трехмерный объект, ну что-нибудь не очень сложное, типа вот такого, например. Сделаю только я его чуть-чуть поменьше, а то большеват немножко получается. Ну и, соответственно, я его на наш пол, чтобы уже гарантированно разместить его в том самом месте, что и вот этот вот наш нулевой уровень. Как-то вот так я его поставлю. Вернусь к нашей съемочной камере. Может быть, немножко извину в сторону, ну и, может, там как-нибудь поинтереснее поверну, чтобы на все это смотреть, соответственно, сгубку. Все, что мне потребуется сделать, это мою сцену сохранить в Cinema 4D, вернуться обратно в After Effects, и в After Effects с камерой, с этой плоскостью, с моей шагающей техникой. Вот это вот мой файл, который стрит. Я спокойно загружаю. Вот он у меня появляется со всеми нужными объектами. И я его благополучно, как обычный слой, в проект перетаскиваю. Ну давай, дорогой, не тормози. Там и сложные геометрии. Ага, одумался. Вот он, мой красавец шагающий. Вот мой трехмерный текст. Ну, понятно, что вот эта вот наша плоскость, которая у нас здесь находится в Cinema 4D, она сами не нужна, в том виде, в котором есть. Нам не нужен будет этот объемный текст. Могу вернуться в Cinema и сказать, что, например, вот это вот наш объект, который текст. Его можно будет сделать невидимым, чтобы не мешался. Можно будет над нашим роботом поставить лампочку, чтобы наша лампочка светила и освещала нашу шагающую технику с нужной стороны. Можно будет у нашей лампочки включить тени, чтобы от нашего товарища чинюшки отбрасывались. Ну, и есть в распоряжении Cinema 4D специальный материал. Вот эта вот наша плоскость, ее не должно быть видно, но тень, которая должна на этой плоскости появиться, она должна остаться. Есть замечательная штука в Cinema 4D, которая у нас с вами называется Shadow Catcher, ловец теней. Вот если такой материал повесить на нашу плоскость, она будет невидима, ее не будет видно вообще, но все эффекты наподобие теней на этом нашем объекте будут отображаться. То есть просто лишнее убрали, нужное поменяли, поставил лампочку, что на сами блики появлялись и тенюшки. Все спокойно сохраняем, возвращаемся к After Effects. Давай, давай, не тормози. Что-то на удивление медленновато он все эти вещи делает, хотя, в принципе, не очень сложная геометрия. О, еще они уже подвисли. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть, по идее, от всей нашей цены, которая сделана в Cinema, должен остаться вот этот наш шагающий товарищ, а внизу должна появиться тенюшка от нашей лампочки. Должна появиться тенюшка. Сейчас, сейчас, я верю, что все хорошо получится. Все хорошо, ничего не висит. Так, понятно, сейчас, секундочку. Попробуем быстро перезапуститься. То есть, конечно, одно из таких небольших неудобств в сравнении с тем самым элементом 3D. Нет в ситуациях, чуть-чуть, конечно, под заторможенностью это будет работать, но все равно плюшки перевешивают. То есть, возможность работы интерактивной одновременно с After Effects, одновременно с Cinema HDD, это, на самом деле, местами очень дорого стоит. Сейчас посмотрим, может быть, успел сделать... Ага, ага, сейчас, 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 сейчас. Да, отлично. Итак, файл у меня по прежнему сохранен. Street Cinema 4D. Я его спокойно загружаю обратно в After Effects. Ну и, соответственно, как обычно, слой перетаскиваю. Ну и, если вы просто хотите сделать это, то есть у меня есть Ну и, опять же, я иду на обращение. Ну, я иду в Косдорчево. Да, это будетρόфляция. Вот негодяй, не прорисовывает, тормозит То есть видно, что что-то такое там шевелится в заднем плане Но картинка, соответственно, не меняется На самом деле очень странно, потому что совсем немного весит все это 6,5 мегабайта Но почему-то он не хочет все это корректно показывать Сейчас, секунду Попытка номер 2 Какие здесь у нас локальные сложности? Ну понятно, как возникшие Сейчас попробую напрямую просто загрузить этот файл и синего Может в одиночку он будет попроще Новый проект и этот файл в него перекидываем Ну да, в одиночку все нормально получается И у нас с вами по факту остается только наш робот Падающий тень от нашей лампочки Ну и соответственно будет точно такой же наезд То есть если, соответственно, видео проиграть Можно будет видеть, что он повторяет на с вами анимацию Которая была на нашей съемочной камере Все это на продажном фоне Естественно, если потом на него перетащить непосредственно вниз Вот эта вот подложка Кстати, да, можно будет перетащить сейчас руками Вот эту вот видюшку с нашей улицей И вот так он у нас с вами стоит прислоненный к машине И соответственно уже вместе с нашим видео будет двигаться Тени взводились с объектом То есть соответственно наш трехмерный объект Становится частью нашего видео Вместе с этим видео он у нас с вами двигается И все достаточно недурственно получается Но только тормозит Все, ага, одумался Я думаю, что скорее всего из денежки тормозит Тени, конечно, зря сделал такую Сложно считающуюся Но тем не менее Видно, что уже наш трехмерный объект Становится частью нашего видео И все достаточно плохо получается То есть при желании Можно не только совсем простыми слоями Работать в After Effects Можно будет в случае необходимости Достаточно неплохо заставить И более сложную геометрию Вписываться в наше видео И уже совсем все интересно Хорошо у нас с вами будет получиться Ну правда, скорее всего Где-то у нас какая-то проблема Именно с софтом Может быть скорее всего С Cinema 4D Немножко как-то не так стало Но тем не менее Пускай с такими небольшими тормозами Тем не менее Все у нас с вами считается И все более-менее Нормально получается Так что таким вот образом Можно будет при желании Нам с вами Не только совсем простыми объектами Работать в плане трехмерии В After Effects Ну и соответственно Добавлять уже на сцену И более сложную геометрию Достаточно получить В свое распоряжение модель Нарисованную в том же самом Cinema 4D Ну или если пользоваться плагинами Нарисованную в любой Абсолютно трехмерной программе Только сохраненную В формате UBJ И уже можно будет Тем или иным образом Добавлять там с вами Нашу геометрию В нашу трехмерную сцену Все Отлично Будет получаться А просто Ну отлично И запросов нету Если вдруг они у вас В будущем Появятся На всякий случай Еще раз Покажу свою электронную почту Всегда можно будет Писать Что написать Спросить Что осталось вдруг Непонятно Или вообще Поинтересоваться По любой теме Связанной так или иначе С компьютерной графикой Обязательно вам Наши опросы отвечу Ну а так Все эти вещи Которые мы сейчас С вами посмотрели У нас рассматриваются Так или иначе На курсе Афтер эффект На курсе Cinema 4D Работают С теми же самыми Трехмерными слоями Поближе к концу августа Стартует Дополнительный У нас Третий Курс по афтер эффект Который будет Посвящен дополнительным Эффектам В том числе Это будет Рассмотрен подробный Эффект Элемент 3D Что вы могли Вставлять не только Из Cinema 4D Но и из любой другой Программы Трехмерный объект То есть тоже Много чего забавно Интересно будет Объясняться Итак Вопросы Проблемы Что вдруг осталось Непонятно Или что-то Хотите спросить Дополнительно Сейчас может Будет остаться Вопросы Слава